Ну а сейчас наша рубрика экология, в которой мы анализируем качество красноярского воздуха в студии моя коллега Алена Крашененникова. Алена, какая ситуация с воздухом сейчас? Даша, ну сейчас датчики проекта Красноярск-Небору показывают загрязнения небольшие. Вот на экране вы сейчас увидите желтые и голубые смайлы, это значит, что загрязнения действительно не критичные. Напоминаю, что такой прибор установлен на крыше нашей телекомпании, на улице Копылова. Он сейчас показывает 29 единиц при норме до 35. А вообще из-за режима неблагоприятных метеоусловий, прошлая неделя была достаточно грязной. Так, по данным Росгидрометцентра, в начале недели было пыльно в Свердловском районе. Узвешенных веществ было больше положенного в 2,5 раза. Превышения были по пыли и в Кировском районе почти в 1,5 раза. Также сразу в трех микрорайонах была превышена концентрация диоксида азота. Самое заметное превышение было в Северном почти в 8 раз. В Солнечном и Черемушках примерно в 4,5 раза. Фиксировали посты в этих районах превышение еще по одному опасному веществу – оксиду азота. В 4 раза в Северном и более чем в 8 раз в Черемушках. И вот в Минприроду сегодня рассказали, что за неделю при режиме НМУ к ним с жалобами на грязный воздух обратились более 120 человек. Осуществлены выезды передвижной экологической лабораторией по контролю. Качество атмосферного воздуха около 16 выездов было осуществлено. Анализ на порядка 20 загрязняющих веществ был проведен атмосферного воздуха. По результатам высоких, экстремально высоких загрязнений не было обнаружено. Но высокие загрязнения все же обнаружили. Самым опасным веществом, побивший на этой неделе все рекорды, стал бензопирен. Его концентрация в Северном превысила допустимую норму внимания в 12,5 раз. Это на второй день режима неблагоприятных метеоусловий. Ну а как такое превышение может повлиять на организм? Давайте послушаем мнение эксперта. Если бедровая концентрация, то есть средний закод концентрации вышла от 1 нанограмма, а здесь в данном случае это 12 нанограмм, то потенциально у вас может возникнуть 12 случаев онкологических заболеваний на 100 тысяч населения в год. То есть 12 человек на 100 тысяч населения заболеют в разном. Напомню, что сообщать о загрязнении воздуха можно на круглосуточную горячую линию Минприроды края номер 2121706. О чем дышали мы на этой неделе расскажем уже в следующем выпуске во вторник. Даша. Спасибо, Алена.